Все наши мечты могут сбыться, если у нас хватит смелости их осуществить, так сказал однажды Уолл Дисней. И я бы к этому добавила еще от себя. Твое будущее нуждается в тебе, твое прошлое нет. Не сдавайтесь. И на этой ноте я хочу пригласить на эту сцену, Димочка, Следующего нашу гостью закрытый бриллиантовый директор ВИП-18, Тулейманова Галия. Спасибо, спасибо. Всем привет, мой дорогой проект Поберик Онлайн. Как же я вас люблю. Как же я рада, что я сегодня здесь. Что я выступаю здесь в очередной раз. В том году мне очень понравилось. Я и в этом году напросилась, конечно, тоже быть спикером. Все выбрали тему. Все наши спикеры рассказывали свою историю спектра. Но так как я в проекте уже 6 лет. О, я не представила же, да? Сама от себя. Так, начин. Я Галия Сулейманова. Он мне 40 лет. Мне вообще должен быть уже научен этот текст, конечно. Но я, наверное, чуть-чуть волнуюсь все-таки. И я из Татарстана. Замужем. Двое детей. Дочке 22 года. Сыну 12 лет. У нас очень хорошая, дружная семья. Муж меня привез. Увезет обратно. Ждет меня все эти 5 дней. За что ему, конечно, отдельное спасибо. Наши мужчины. Это прям отдельная категория. Это мужчины, они в тылу у нас. Даже если они не строят с нами бизнес, там, не рекрутируют, да? Не приглашают в деткоманду. Но они выполняют очень много функций. Даже элементарно забрать заказ. Это тоже помощь. За 6 лет, которые я нахожусь в проекте, вы уже меня очень многие все знаете. И для меня вы все очень родные люди. Я узнаю практически каждого из вас. На каждого из вас подписано, наблюдаю, смотрю. 6 лет. И 5,5 лет из них я совмещала с нами. Вот есть тут у нас люди, которые работают на найме и строят бизнес в Берли. Поаплодируйте сами себе. Вы молодцы. Я вам серьезно говорю. Я сама прошла этот путь. 5,5 лет я ходила на работу по найму. И сейчас скажите, есть кто-нибудь, кто работает в торговле? Есть такие консультанты у нас, кто работает в торговле? Похлопайте сами себе. Поаплодируйте. И я тоже работала в торговле. В феврале я уволилась. И я обычный продавец. Вы представляете? И моя история успеха, это обычный продавец стал бриллиантовым директором Фаберли. Вы понимаете? Любой может стать любым абсолютным. Сижу я, значит, на работе. Фасую картошку. Фасую лук. А в голове у меня, знаете, какие мысли? Как я стою на конференции, на сцене. Я представляла себя. В платье. Как мне дарят чеки. Как мне дарят цветы. Вот это вот огни, софиты, да? То есть признание. Вот это что я себе представляла. Вы понимаете? Когда я ходила на найме. Я была так уверена, что да, я это сделаю. Я это сделаю. Поэтому, кем вы не работали сейчас, дорогие мои, все, кто работает на найме, у вас открыты возможности. Здесь не важно вообще кем вы работаете. Сколько вам лет? Замужем, не замужем? Есть дети? Нету дети? Какое образование? Кстати, у меня высшее экономическое образование, но я всего лишь две недели работала по своему диплому. Так что это абсолютно не имеет никакого значения. Любой может стать любым в нашем проекте. Немножко про итоги расскажу. За шесть лет от компании заработала более 7,5 миллионов рублей. Миллион из них это премии, квалификационные бонусы. Была закрыта ипотека за нашу трехкомнатную квартиру. Был куплен новый автомобиль премиум класса прямо из автосалона. Вот с этим красным бантиком. Когда в автосалоне тебе ставят красный банк на машину, да, и я об этом тоже мечтала. Я очень хотела именно белую иномарку. Муж меня умолял купить черный автомобиль. Но я ему говорю, нет, я мечтала о белой иномарке. Ну, вы только, конечно, белую купили, но сам факт, что визуализация, она на самом деле работает. И я сейчас вам расскажу еще такую историю. В самом начале своего пути я прочитала книгу. Кто-то мне посоветовал прочитать книгу «Стремитесь услышать нет». Кто читал эту книгу «Стремитесь услышать нет»? Ричард Фентон. Есть? Кто читал книгу? Поднимают руки, да? И в этой книге я главную мысль автора уловила. Он говорил, вы представьте, что вы из будущего, как будто бы такой успешный, да, пришли к себе в прошлое. Вот, представьте такую ситуацию, что вы там, я не знаю, кем вы там себя представляете, да, в каком статусе, в каком звании, с какими доходами. Вы такая у себя красивая, успешная, пришли к себе вот сейчас, какая вот вы сейчас, да, и поговорили как будто бы эти два человека из прошлого и из будущего. И я действительно, я представляла, как я на белой иномарке, да, это было еще 6 лет назад я прочитала эту книгу, приехала к самой себе, когда я еще была там каким-то консультантом, обычным, даже не директором. И я сказала себе, что привет, дорогая, ты знаешь, что ты через определенное количество лет будешь бриллиантовым директором, у тебя будет доход более 200 тысяч рублей в месяц, вы закройте ипотеку за вашу трешку, вы там, вы купите новый автомобиль, вот я на нем приехала. Я это представляла. Может быть, кому-то кажется, что визуализация это хрень какая-то, да, извиняюсь, на мой французский, но это разговорная речь, да, наша. Но она работает, представляете. И даже я часто вспоминаю, как я сидела, пасовала этот лук, эту картошку, и я домечталась, да, до того, что, да, я стою сейчас перед вами на сцене, вы поздравляете меня с закрытым званием бриллиантов. Мой доход действительно больше 200 тысяч рублей в месяц, да, на закрытый ипотеку у нас все шикарно в жизни, кардинально применялся уровень жизни, поэтому кто до сих пор не верит в то, что визуализация работает, блин, ну, надо просто попробовать. Почитайте эту книгу, я вам очень рекомендую. И что еще хотела вам добавить? Когда я выбирала еще тему, о чем вам рассказать, Аня мне сказала, мы с Аней созванивались перед этим, она мне говорит, расскажи о страхах новичков, вот что делать новичкам, чтобы стать директором? Я говорю, хорошо. Хотя я хотела другую тему рассказать вообще, но я говорю, ладно, хорошо, для них это будет важно, мне рассказала Аня. Я говорю, ладно, будем, значит, рассказывать эту тему. И когда мы приходим в этот бизнес, какая у нас самая главная цель? Первое. Вот вы новичок, директор, правильно. И что помогает исполнить вот эту вот мечту новичка? Кто знает? Одно такое слово важное в нашем бизнесе. Рекрутинг, правильно. То есть обычный рекрутинг любыми методами может исполнять любые мечты. Главное, что главное? Это обычные ежедневные регулярные действия и выполнение статистики. Все. Больше, в принципе, ничего не надо. И на вашем пути, кто у нас тут новички есть? Поаплодируйте сами себе, кто у нас тут новички? Есть новички. Важно понимать, что на вашем пути всегда будут трудности, всегда будут препятствия. Никто не растет вот просто по щелчку пальца, легко и быстро. И важно понимать, как бороться с этими трудностями, как их встретить достойно. Самое первое. Запомните, что это бизнес больших цифр. То есть у меня в команде, приведу вам свой пример, я очень люблю именно свои примеры проводить. У меня более 10 тысяч консультантов, но активность всего лишь 10%. Понимаете? То есть маленькие цифры, казалось бы, о, какая маленькая активность, 10%. Но именно вот эти маленькие цифры, они позволяют мне быть приятным и директором и с доходом более 200 тысяч. Поэтому это абсолютно нормально. Имейте это в виду, большие цифры. Второй важный пункт. Важно каждый день выполнять обычную банальную статистику, в которой 90% вам скажут, нет, мне не надо, мне не интересно, я не хочу и так далее, и так далее, и так далее. Вы все знаете выгрожение новичков, но 10% вам скажут, да. Так вот, не расстраивайтесь из этих 90%, которые вам сказали нет. Сконцентрируйтесь вот на этих маленьких цифрах, на 10%. Именно с этими 10% активных людей в вашей структуре вы будете делать большие звания, вы будете зарабатывать большие деньги. Следующий момент. Абсолютно все методы работают, просто нужно ими работать. Если вы работаете спамом, то статистика 250 сообщений в день. Кто до сих пор не знает статистику, можете прямо записать себе. Если вы работаете таким методом, как нетворкинг, это 40-50 диалогов в день. Если вы работаете по теплому кругу, значит должно быть 20 диалогов в день, вот не меньше. Если у вас будет меньше, значит и рост у вас будет медленнее. Еще один важный момент. Отключайте свою голову, не занимайтесь самокопанием, просто делайте охваты. Не нужно думать, что побеждает только тот, кто красивый, только тот, кто умный. Нет, на самом деле это не так. Побеждает самый усердный и самый трудолюбивый. Здесь не обязательно обладать какими-то там фотомодельными внешностью или высоким уровнем IQ. Нет. Здесь просто нужно каждый день делать одни и те же действия, то есть статистику. Еще один очень важный момент. Общайтесь только с позитивными людьми. Избегайте токсичных людей. Как это сейчас модно называют токсики. Они тянут вас вниз. Они питаются вашей энергией, но взамен они вам ничего не дают. Поэтому только позитивные люди. Дальше. Смотрите, концентрируйтесь на вашей цели. Запомните. Вот очень интересная мысль. Где ваши мысли, там ваше внимание. Где ваше внимание, там ваша концентрация. А где ваша концентрация, там ваша энергия. И по-другому это не работает. Еще очень важный момент. Нет кого, ничего не ждите. Вот реально. Делайте сами. Не ждите, что там наставник вам будет помогать, что еще кто-то будет помогать. Не жалейте себя. Создавайте свой успех сами, самостоятельно. Запомните. Нам никто ничего не должен в этой жизни. И можно долгие годы безуспешно прожить в ожидании этой помощи, так и не став успешным, обвиняя во всем государство, обвиняя во всем наставника, который вам регистрации не отдает, да, хотя он в принципе вам не обязан ничем. А можно понадеяться только на себя, поставить цель, решить зачем и почему тебе нужен этот успех. Их самое главное, самая сильная мотивация. Вот многие приехали сегодня, да, вот в эти дни за мотивацией сюда. Но запомните, ребят, эта мотивация через 72 часа, она у вас пропадет. Это внешняя мотивация. Знаете, какая мотивация помогает расти? Внутренняя. Внутренняя мотивация, которая отвечает на вопрос, зачем и почему вообще вам этот бизнес, для чего. Если вы ответите себе на эти вопросы, то вы сможете спокойно работать без всякой даже внешней мотивации. Я вообще на эту конференцию в Москву приехала спустя 5 лет нахождения в проекте Паперлик Онлайн. Но это не помешало мне в прошлом году приехать в открытом звании рубиного директора. Понимаете? То есть дело даже не в конференциях, дело даже не в проектных наших встречах. Если у вас внутри ничего не горит, то в принципе вам внешняя мотивация не поможет. Нужно знать, зачем вы вообще это все делаете, чтобы понимать. И то, что у вас в сердце и в душе, вот ваши истинные, сокровенные желания и мечты, на самом деле они у всех разные. Здесь нет ни одной похожей мечты, потому что все мы разные. Вот только вот это внутреннее может вам помочь достичь успеха. У меня, ребят, все. Я вас благодарю за внимание. Мне было очень приятно с вами пообщаться и рассказать свои пенсии. Спасибо, Житгалия. Итак, бриллиантовый директор Климанова Галиян.